Первая функция – это измерение напряжения батареи и напряжение, для которого она будет заряжена. Вы можете видеть, что компьютер строит график, на котором он в среднем 4,2-4,3 вольта прыгает. Вторая функция, что умеет делать аппарат – это измерять температуру. На аппарате установлен термометр, который при нагреве может увеличивать свои показания температуры. Соответственно, если я грею датчик, то показания идут вверх. Соответственно, как только я убираю нагрев, они зашли за 70 градусов, и они начинают снижаться. Медленно, плавно. На аппарате установлен акселерометр, и мы можем измерять ускорение показателей из осей. Здесь мы можем видеть вывод по трём осям. Если я меняю, допустим, ориентацию блока электроники, то оси меняются местами. Допустим, сейчас ось Х наверху. Также можно его потрясти. Допустим, видим, что ось Z вырывается вверх. Соответственно, также можно включить показания абсолютного значения ускорения. То есть, когда мы нажимаем, здесь мы можем увидеть около единицы. Если начинаем трясти, то оно меняется. Также у нас работает гироскоп. Мы можем видеть, что в покое его показания около нуля. И, например, если мы вращаем по одной из осей, то мы видим, например, сейчас у нас ось Y сильно вырывается. Если мы вращаем в такой плоскости, то у нас становится ось Х показывает наибольшее значение. И если в такой плоскости вращаем, то у нас жёлтенькая – это ось Z. Вот, соответственно, также можно показать абсолютные значения для гироскопа. То есть, когда он в покое, он показывает что-то близкое к нулю. Когда мы начинаем его вращать, он, соответственно, какие-то показания более даёт. Ну и последний – это барометр. Он у нас показывает давление, соответственно, мы, в принципе, можем как-то его тестировать, например, если подуть. Мы можем видеть, что его показания уменьшаются, но потом они возвращаются обратно в норму. Но при этом есть, конечно, какие-то пеки. К нам наконец-то пришёл магнитометр PMC 5883. Мы его допаяли и удалось получить с него показания. Соответственно, здесь есть график показаний по трём осям. И если его вращать в аппарат, то мы можем видеть изменения, допустим, здесь по двум осям. А если начать по другой, то и коричневый тоже начнёт меняться. Вот получаем вот такой вот тут около синуса подобный график. Также нам удалось получить изображение с камеры при помощи микроконтроллера. Здесь, можете видеть, сейчас на карточке нет изображения JPEG. Я её достаю, вставляю в аппарат. Направляю, например, камеру на свой палец. Подаю питание. Если вы можете видеть активность на карте памяти, он всё, он начал равномерно моргать. Я отключаю питание, достаю карточку. И, по идее, должен увидеть изображение. Вот у нас появился файл. И вот изображение стола. У нас сейчас нет там ИК-фильтра. Когда мы его поставим, там будет более нормальное, не красное изображение. Бортовая электроника нашего аппарата будет состоять из четырёх основных плат. Это главная плата с микроконтроллером. На ней стоит микроконтроллер. Основная обвязка – это датчики. К нам вот наконец-то пришёл магнитометр. Мы его запаяли. С обратной стороны здесь ничего. С тем питание, в принципе, никаких изменений не претерпело. И также к нам наконец-то пришли все основные компоненты на плату радиосвязи. Это микроконтроллер и радиопередатчик. Соответственно, мы его запаяли. Немножечко с футпринтом промахнулись. Также из такого же радиомодуля сделали приёмную станцию. Здесь используется такая довольно простая спиральная антенна. Мы планируем найти какую-то более узконаправленную. Но пока вот тестируем с ней. И также к нам пришли батарейки 18350, которые будем использовать в реальности. Они вот таким образом в батарейный отсек вставляются. Их там можно крепить. Также собрали четыре боковые панели. Их можно установить на боковой корпус аппарата. И здесь они вот так вот интересно защёлкиваются. Ещё у нас есть камера. И к ней пришла оптика. Соответственно, здесь намного меньше угол. И побольше фуксное расстояние. Вот эта линза на 25 мм. В сборе блок электроники выглядит таким образом. Все четыре плата собраны в стек с распорками. А внизу находится аккумуляторный отсек. Вверху находится GPS-приёмник. Ну, GPS-антенна. И подключена она кабелем вот к нижней части платы радиосвязи. Соответственно, чтобы собрать аппарат, берётся антенна основная. Она продевается через корпус вот таким образом. Потом она подсоединяется в основной радиомодуль. Соответственно, когда всё собрано, можно блок электроники вставить в корпус аппарата. Соответственно, делается это вот таким образом. Вот. И антенна таким образом становится внутри. Вот. Боковая панель солнечная вставляется сбоку и защелкивается. Таким образом, антенна просто торчит из корпуса. Она будет закреплена вот на данном креплении. Соответственно, после этого... Здесь я его запитаю от USB. Через просто обычный адаптер на 220 вольт. Через шнурок. Соответственно, я его подключаю к USB-порту. И аппарат начинает передавать данные. Мы это видим по мигающему вольтам светодиода и также мигающий светодиод на приёмной станции. В данный момент он передаёт просто резервную копию данных с GPS-приёмника. И так как вот мы только что собрали весь стэк, мы сейчас занимаемся реализацией протокола команд. Вот. Соответственно, как только я его выключаю... Он перестаёт передавать данные. Таких данных нет. Вот он.